Соответственно, от того, в какую сторону зубы, находящиеся в каком-то риске, будет перемещать ортодонтическая техника, вы принимаете решение. Если, например, ортодонт говорит, вы видите, что тонкий биотип, но рецессии нет, что здесь зубы не будут перемещаться, но вы помните, что не только при оровестибулярном перемещении формируется рецессия, она еще формируется. И просто от давления до корня на кости, кости на корень. Соответственно, в таких пациентов я беру динамическое наблюдение. Я составляю по ним продонтальную карту. Каждые три месяца они обязательно ко мне приходят. Мы это все записываем, оценим. Если я вижу, что у нас началась паническая рецессия, вдруг мы останавливаем активацию. Ничего не снимая, я это оперирую. Через полтора-два месяца они продолжают работать. Все, что образуется постфактум или те ортодонтические пациенты, которые уже дошли с имеющимися рецессиями, которые уже после ортодонтии образовались, это уже вы решаете традиционно. А если это первичный пациент, который вы планируете, то вы планируете его совместно с планом с ортодонтом. Я ортодонту прямо, вы знаете, как беру эту формулу зубную, на ней по каждому зубу ставлю интересующему меня вопрос. И просто отправляю фотографию, чтобы мне четко быстро написали, что с этим делать, что будут делать. Потому что у ортодонта уже есть планы, расчеты, модели, он уже как бы готов к этому ответу. Ну, именно на этапе остановиться можно. Да, да. То есть, прооперировать, ждать время. Да. Дальше уже... Дальше, потому что если тут не остановиться, она стремительно развивается, к сожалению. Особенно если тонкий биотик. Да, особенно если у нас фенотипия такая рисковая очень. Ну, сразу же задавая вопрос к пациенту, у него корни практически вообще не существует, вольверо-мярноматуре, да, вот на фронтической. Там, я понимаю, что будет, там кунг, наверное, будет относительно, будет методик закрыть рецепт. Ну, это зависит от какого-то верхнего, это нижняя челюсть. Верхняя челюсть, может быть, и нет. Она очень тонкая, поэтому там, ну, лист бумаги толще, по-моему, чем слизь. Знаете, иногда в таких ситуациях надежнее языке либо сделать, или просто большое, как бы, корональное смещение на 3-4 зуба. Потому что такие, такую слизистую легче разрезать, чем ее расщеплять и расслаивать. Да, да, ее надежнее вот взять 15C и просто все отслоить скальпелем. Значит, ширины волоска, там, выберем на правосоружении, да? Да, конечно. Не работает? Да, да. А все биотипы тут можно изменить? Так он меняется, конечно, да, благодаря пластическому материалу или свободному дисневому трансплантату, депетализируемому. Конечно, он меняется. Меняется так, ну, как бы, качественно и очень заметно. Вопросы по сегодняшнему дню? Кто-нибудь, может, что-нибудь записал бы. Ну, как корональное смещение, там есть листья, что вот эти черные треугольники не умерут? То есть вот тут нужно взвешивать? Черные треугольники? Так мы и не делаем корональное смещение. Черные треугольники — это... Нет, нет, черные треугольники — это 3-й класс по Миллеру и 4-й. И мы не делаем корональное смещение при 4-м классе. Ну, если вопросы, при дистальном смещении мы... Что такое дистальное смещение? Второе. Второе. Тот ловкость, который мы перемещаем, он от зенита, мы отступаем, или... Ну, ловкость, который... Дизайн ловкости в экране. Мы от зенита с соседнего зуба, мы отступаем. Да, 2 мм. Уже просто задавали, я быстро отвечала, видно, вы не слышали. Ничего страшного, я еще раз повторю, может, еще кто-то запомнил. А по швам какие-то будут вообще? Я, например, не очень понимаю, что... А вы не поймете, это надо сесть и делать. Я понимаю, сесть и делать. Ну, какой-то материал вы не будете, да? Скажем. Вот как вы себе представляете показать, как это шить? Схематично? Да, пусть показывает схематично, как операцию делать. Да, ну вот там показаны швы. Ну, поверьте мне, у меня есть опыт этот. Я же знаю, что это только вот когда вы сядете и две... Я почему и сказала, что у кого проблемы со швами, покупают курицу и дома шьют. Тут никак по-другому. Это только нарабатывается вот этой вот рукой. Например, вы даете план проведения какой-то операции, вы говорите, что тут нужно наложить такой-такой-такой-такой швы. Но чтобы его правильно наложить, нужно ее знать, как наложить, потом покупать курицу. Так мы сегодня, мы завтра с вами шить на модели... Я об этом не спрашиваю. Конечно. Какой-то будет информация? Ой, здесь в самолете, что делаем, шьем. Ну, другом, 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 шьем. А что же завтра приходите? Десять здесь заговорились, да. Есть такая научная работа, я не помню, она кандидатская, по-моему, в 80-каком-то году у нас на кафедре в первом месте. Люди ее защищали, и там пути введения интраоральными инъекциями различных препаратов рассматривались. Так вот, через 24 часа ни одного препарата депо не создается. Это мифы. Нету депо в полости рта, депо нету. Здесь очень активное кровоснажение, оно все поступает в общий кровоток стремительно и уходит по малому кругу подращения. Поколоть пациентов, кто любит, пожалуйста, может кто-то кому-то там насолил, это вообще без вопросов. Как в косметологии под дерму это не работает. Дело все в том, что все-таки кожа по структуре и слизистая разные. И введение препаратов под слизистый слой не создает депо. А отработать качественно как препарат может только депо. Нет, нет. А зачем он мне нужен? Для чего? Что я могу обрабатывать? Отбросьте коммерцию от головы. Ультразвуком вы обработали, кареты почистили, бором заполировали. Зачем вам вектор? Не нужен. Нет, деньги зарабатывать это разные вещи. К медицине это не имеет никакого отношения. Дело все в том, что в Европе есть алгоритм гигиенических посещений. Например, если пациент, которого каждые 3 месяца проводят правильную профгигиену с зоноспецифическими киретами, с полировкой, со всеми правильными ведениями этого пациента, то у него в априори уже эти сглаженные поверхности. А вектор это так вот, вишенка на торте для него, если он хочет что-то сверх страховки заплатить своей. Если он не придет к доктору через 3 месяца, его лишают страховых всех и гарантийных случаев. Поэтому он ходит и чистит. И вот эта вишенка на торте в его случае, может быть, она очень полезная и нужная. Но это не формат наших пациентов и уж точно не наш менталитет. А я вижу очень много осложнений после того, как врачи проводят лечение вектором, не убрав качественно и не просняв зубные отложения. Надо, особенно под десневые, все это заваливается этим порошком. И мы обсцедируем потом. Вот там, где вот уж точно грязь и инфекции, это вот там. Они в чистых пластических операциях. Я абсолютно с вами согласна. У них же эта фишка, что это бесполезненно. Моя вопрос, коллега, это в принципе, клинические подростки подросток, дефект кризис-дэй, 20-20-26 минут, немножечко отмечает, чем закрыть. То есть, вот, потом сверху, мобилизовать его людей. А попросите фотографию. Хорошо. Может, я с вами вызову? Да, я нам завтра просто это все нарисую. Чтобы четко понимать, что там происходит. Я в принципе начала работать в коммерческом. Спасибо за субтитры. Я сразу в проекте так и сказала. Как бы очень некорректно. Я в принципе не сразу взялся в другую пункту, потому что у нас все это не мешает. Нет, я вообще никому ничего не мешаю работать, но просто мы же работаем... Мы же лечим. Если нет, просто зарабатывать деньги, да пожалуйста. Каждый, кто что, гораздо... К лечению это не имеет никакого отношения. Поэтому... Скоррели... Продолжение следует...